Отчегос, отчегос, кричит варвац? От того, что кто-то ест большую бульку. Снегопад, снегопад, снегопад метет туды, снегопад метет туды и обратно. Отчего, отчего, отчего так хорошо, от того, что ты идёшь по перекрёстку. Отчего, отчего, отчего так хорошо, от того, что ты идёшь по перекрёстку. Итак, доброго здоровься, уважаемые посетители канала. Тема, которую мы с вами затронули, затронули, а именно, Важно, что за каждой болезнью стоит та или иная, прямо так и скажем, какая-то сущность, которая паразитируется и делает своё дело. И при этом важно понимать, что эту сущность, как правило, мы сами привлекаем своим образом жизни, мыслями, поступками, привычками, чертами характера. Естественно, паразитарное паразитирование всего этого со временем приводит к тем или иным болезням, недомоганиям и прочее. И теперь становится ясным, понятным, что, допустим, духовное исцеление, в чём его секрет. Секрет его в том, что в первую очередь люди, обладающие повышенной энергетикой, они, как правило, могут видеть эти тонкоматериальные сущности, которые паразитируются. И у них хватает энергии собственной, или они могут получить её, с помощью которой они изгоняют это. И в результате человек пришёл там больной, то есть у пятого десятого, ну хоп, и резко так это выздоровел. О том, что феномен вот этих различных тонкоматериальных сущностей с тёмной природы, вот когда я начал говорить, пошли ваши ответы. И вот в частности, вот один из них. Я сейчас делаю противопаразитарку, пью керосин, тмин и молотую гвоздику. Так мне, Геннадий Петрович, такие змеи во сне снятся. Длиной метров пять толстые ползут на меня, обвивают вокруг шеи, думаю, задушат. Болезнетворное начало. Значит, к этой информации можно отнестись по-всякому. Для одних это будет, ну, те, которые действительно всё это дело переживают, для них это будет очень важное, и более того, рабочее, как избавиться от этого. Для других же это просто своеобразная насмешка. Ну, вот что-то придумали и так далее, и тому подобное. Итак, я давным-давно купил вот такую книжку, которая называется «Страшный суд». Вот она какая. Я её даже не открывал. Кстати, вот это, чтобы вы знали, вот это, это змеюка. Огромная змеюка. Как бы лучше, 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 знаете, вот рассказать об этом феномене. Давайте я сейчас при вас вскрываю эту книжечку, которую я давным-давно купил. Но так я её и не открывал. Вот при вас я всё это дело сейчас открою. И посмотрим, можно так сказать, одни ли мы с вами глупые. Или я, допустим, такой глупый, суеверный человек, который что-то вам там рассказывает по каких-то там змей, страшилки там пугают и так далее, и тому подобное. Либо же это было известно давным-давно, но благополучно скрывалось. Итак, первый раз я открываю вместе с вами. Значит, что тут мы с вами видим? Страшный суд. Страшный суд вот тут. Маленькая это икона, маленькая икона. Ладно. Что-то можно увидеть, но мы пойдём дальше. Ага. Вот она в цвете. В цвете. Что мы с вами видим? Мы с вами видим... Так, страшный суд. Так, что тут пишут, да? Страстный суд. Суд это вторая половина XVI века. Северное письмо из церкви Покрова Богородицы на Погосте. Таком-то, таком-то. Государственный этаж, Санкт-Петербург. Значит, страшный суд, необычная, во многих отношениях сюжетная композиция, она не принадлежит к числу праздников, не является иллюстрацией текста какого-либо церковного песнопения или житейских повествований. А святом? Картина пророчества, картина размышлений о грядущих судьбах человека. Она выбрала в себя различные символические представления, многие из которых ходят корнями далёкое прошлое. Итак, мы с вами посмотрим, что тут с вами. Я так понимаю, град наверху, где святые. Иисус Христос, вокруг, значит, святые ангелы. И вот, вот, вот видите, вот она голова змея. То есть, вот голова змея, который поглощает грешника. И смотрите, вот она пошла, это змеюка. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. То есть, огромный змей. То есть, зло или, как бы там сказать, болезнетворное, вот это зло, оно не просто там в виде чего-то там проявляется. А как правило, оно связано с разного рода змеями. Почему они чаще всего нам и снятся. Вот это смотрим. Значит, насколько я понимаю, райский сад, что ли. А вот опять-таки змей, который вокруг чаши. Ну ладно, идем дальше. Придж-то о богатом лазаре. Здесь что у нас? Что у нас здесь? А вот здесь как раз сатана в огненной раке мучения грешников. То есть, опять-таки, вот какая-то такая непонятная змеюка, чудо-юдо. Тонкий мир с его населением, с его силами, с его, будем говорить, отрицательными и положительными моментами. Которые так или иначе действуют на человека, на его жизнь, на его здоровье. Что тут у нас дальше? Образы и символы. Опять-таки, мы идем, вот видим какую-то темную сущность, которая, ага, тут смотрите, можно так сказать, грешников. А, это все же идет, наверное, вот страшного суда, разбор. То есть, отдельно эти. Значит, взвешивают душу человека, и если она грешна, вот ее как раз сущностей хватает. При этом, да, вот смотрите, тут также какой-то, какой-то глаз, вот что-то там такое. Какая-то, какая-то неведомая зверушка, которая поедает людей, насколько я понял, грешников. Далее мы с вами идем. Интересно, конечно, со всей этой символикой разобраться. И вот это вот все, можно так сказать, ну, чушь какая-то, наверное, что это такое. Ну, позвольте, позвольте, огромное количество поколений людей, которые видели тонкий мир, как мы с вами, материальный мир, что там творится. То есть, они обладали гораздо большими знаниями, чем мы, и понимали, и понимали, что и как действует. И поэтому они оставили нам своеобразный свод, что надо делать в жизни, а что не надо делать в жизни для того, чтобы, по крайней мере, в жизни это не страдать. Вот, опять-таки, смотрим, что это тут такое. Что это тут такое. Что это тут такое. Ну вот, якобы, из ада идет змей этот, который, который аж вот в мир праведников. Вот это где-то его голова. Опять-таки, страшный суд. Ну-ка, почитаем, что тут. Ага! Вот, как раз, интересно написано. Видите, я вам змей этого показал. Вот он, так сказать, увеличенный. И называется «Змей-матырств». Ну, про матырства я не буду говорить. Я сам особо еще их толком не знаю. Ну, вот такие вот есть. Вот еще, так сказать, крупный план змея. Так. Этима, сей, змей-матырств, фрагмент иконы. Та-та-та-та-та. А смотрите, фрагмент иконы «Страшный суд», первая половина шестнадцатого. Новгород из собрания Морозова, Государственная Третьяковская галерея, Москва. То есть, таких картин, насколько я понимаю, несколько. Вот его там тело идет. И каждый участок тела, ну, будем говорить, то ли какой-то грех, то ли еще что-то означает. Лики праведников. Нечестивые народы есть еще. Видите, тут оказывается, нечестивые народы на этой картине. Смотрим дальше, дальше, дальше. Различные притчи. Вот еще мы с вами рассматриваем, опять-таки, этот змей идет вот сюда, вот тут он. То ли его топчет голову святые, то ли, то ли, то ли. А это что, «Страшный суд», олицетворение земли. Вот, опять-таки, видим этот змея, который из чаши пьет, вот тут он, на каком-то чуде-юде. Опять-таки, что-то такое у нас. Страшный суд, опять какая-то вот, возможно, вот это ад. Вот, и пошла какая-то змеюка аж сюда. Здесь также змей. Видите, так и написано. Видение, видение, вернее, преподобного Иоанна Лествичника. То, что он видел. Не каждый удостоится того, чтобы что-то увидеть из тонкого мира, тем более, вот такое вот. Но, тем не менее, были люди, которые все это видели и которые об этом рассказали. Интересно. Что в суе мятемся? То есть, человек занимается в этой жизни всем, чем угодно, только не тем, чем нужно. Какое-то ужасное животное, вот оно, готовое, она и вот оно, готовое кого-то поглотить. Далее мы опять-таки, вот, те огромные змеи, страшный суд. Вот они тут присутствуют. Прикладное искусство. Тело змея с какими-то сюжетами, которые должны людям напомнить. Что надо делать в этой жизни, а что категорически не делать. Так, вот они, чудо-юды. Пошло сюда. Змеиное тело. Мучение грешника, змей, матерство. То есть, насколько я понимаю, матерство воздушное будут, то есть, после смерти будут оценивать по поступкам, которые были совершены в жизни. Чего человек достоин, то есть, достоин пойти в рай, или же достоин пойти в совершенно другое место. Так, мука татям и разбойникам, мука завидникам, ябедникам и сребролюцам, мука чародеям, сводникам и прелюбодеям. Вот, пожалуйста. То есть, человек за свою жизнь совершал те или иные поступки, то или иное, и вот, было тем или иным святым показано, что за это будет. Далее идут, смотрите, мука креветникам, пьяницам и мздоимцам, мука царям и князьям, немилосердным. Любой грех. Но это, как говорится, там. Это все там. Будет, будет. Ах, тем не менее, все вот эти вещи, о которых мы видим, значит, во снах в виде разного рода змей и прочих сущностей, это те, то тонкоматериальное, что прикрепилось к человеку, исходя из его мировоззрения, мышления, черт характера, поступков и прочее, 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 прочее. И все это, естественно, порождает болезнь. И как только мы с вами начинаем работать по изменению своей сущности в лучшую сторону, то вся эта мерзость, естественно, восстает и показывает свое истинное лицо. Не столько с болезнями надо бороться, оказывается, а с их причинами, которые, в первую очередь, лежат в нашем сознании. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.